Привет, друзья! Хочу поделиться своими наблюдениями и впечатлениями, стоит ли купить телефон на Алиэкспрессе. Да, конечно, стоит, если вы хотите сэкономить 20-40 долларов и готовы ждать заказ от недели до 2 месяца. Это зависит от, например, если у конкретного магазина в России есть свои склады-филиали. Кто-то из Сомска пишет, что телефон получили через 2 дня, в Екатеринбург – 38 дней, в Краснодар – через 20 дней. Купить телефон можно дешево, если найти нужный магазин. Покупают люди с разных стран и в основном все довольны. Если клиент недоволен, такой магазин в дальнейшем не сможет работать и все стараются заказ довести до конца качественно. Что можно, например, сказать о примере телефона Xiaomi Redmi 7? Переходим на Алиэкспресс. Выбираем разделе «Телефоны и аксессуары», «Мобильные телефоны». Тут мы увидим разные бренды и перепроверим, какой бренд больше всего продается. Переходим по каждым брендам и проверяем количество продаж. Оказывается, самые большие продажи у Xiaomi. Потом отсатируем по продажам, на всякий случай. И видим, что только магазин «Фантаси Технологии» продал Xiaomi Redmi 7 более 9000. Примерно за цену 7400 рублей. Почему так много и больше всех? Потому что продают по самой низкой цене. Вот посмотрите, сколько стоит именно этот телефон на официальном сайте Xiaomi. Примерно 10 тысяч рублей. А в интернет-магазинах России самая минимальная цена из всех 8300 рублей. И так для каждой страны. Если вы доплатите на Алиэкспресс, тоже пришлют с наушниками или смарт-браслетом. А в стандартном пакете входит только прозрачный чехол. У этого магазина есть стажа продажа Xiaomi Redmi 8 за 7500 рублей. Вот посмотрите, этот магазин продал Xiaomi Redmi 8 более 1000 штук. И из покупателей только последние несколько пишут, что получили телефон с опозданием. А два покупателя два дня назад пишут, что товар не получили. И я уверен, что за несколько дней магазин разберется, и эти клиенты получат товар или вернут им деньги. После этого недовольные клиенты поправят свои отзывы. Магазину не устраивают недовольные клиенты, потому что они из-за таких клиентов будут терять больше. Расчетное время доставки максимум 60 дней. И вы должны отслеживаться. Если за 60 дней вы не получили товар, тогда нужно сразу открыть спор на этот товар. Магазин разберется, в чем причина. Не получение товара и вам обязательно вернут деньги. Есть еще один существенный минус при покупке на Алиэкспресс. Когда вы покупаете в обыкновенном магазине, там с большой вероятностью вы дают гарантию на товар 6 или на 12 месяцев. А тут такая гарантия не существует. Один, что вы можете сделать, это когда получите товар, и оно повреждено и не устраивает, можете открыть сразу спор. И после этого, возможно, вернуть товар продавцу. И вам возвратят деньги. Но это, как вы понимаете, занимает время. И через отзывы вы можете узнать, что такое происходит достаточно редко. Почему этот магазин так дешево продает в телефоне? Спросите вы. Потому что есть оптовые покупатели, которые с фирмой-производителем заключают договор о большом партии покупки. Если, например, большой оптовый покупатель заключает договор о покупке товара на 7000 рублей, средние покупатели будут этот товар получать за 7500 рублей. А мелкие покупатели фирму-производителя иногда вообще не интересуют. Вот так вот у нас получится маленький обзорчик по теме, почему люди все-таки покупают телефоны на Алиэкспресс, заказывают из Китая. Чем это выгодно и стоит ли опасаться чего-нибудь? Можно, например, прямо в поисковой форме Алиэкспресса сбить название телефона, который вам интересует. Например, очень популярный телефон Realme X2. И вот вам результаты. Отсортируем по продажам и видим, что самая большая продажа и самая низкая цена у этого магазина. Цена 210 долларов. За такую цену в отечественном магазине нигде не найдете. Ссылку на этот телефон на магазин и вообще по телефонам оставлю ниже. И хочу еще сказать, что этот магазин, эти телефоны продают без скидок, потому что цены у них и так занижены. Итак, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...